Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok как до присоединения этой частицы этот глагол мог обозначать «настоящее время» и «будущее время». А сейчас, после добавления частицы «ln» он указывает только на «будущее время». Значит, «ln» это харф с неизменяемым окончанием суконом на конце. «Nazida» это глагол «настоящее будущее времени». Поставлен частицей «ln» в состоянии «nasp». «ln» признаком состояния «ln» здесь является «lnfattu al-zahiratu ala-akhirihi» явная фатха над его окончанием. «Wafailuha» и «wafail» действующее лицо, субъект действия это «damirun mustatrin fihi hujuban» скрытое в нём в обязательном порядке местомение. Мы подробно говорили об этой теме. Это местомение «taqdilu hu nahna» и этим скрытым местомением является местомение «nahna», так как это форма первого лица, множественных числа, на что указывает приставка «nun» в начале этого глагола «nazida kum» «al-kafa» это «damirun mustatrin» слитное местомение «mabniun ala dlammi» с неизменяемым окончанием с дома на конце «fimahallin nasmin» на месте подъезжая «nasp». «mafulbihi awl» первое прямое дополнение для глагола «nazid» «wal-mimus sakinatwa» а «sukunirun nim» на конце этого местомения. Это «alamu tujam al-muzakkari» признак множественного числа мужского рода «mabniun ala sukuni» с постоянным «sukunim» на конце, с неизменяемым окончанием. «illâ azabin» «illâ» это в основе харфу «stithnain» — частицы исключения, а здесь она, это «adatul hasri» служит частицей ограничений, то есть мы вам не добавим ничего, кроме мучений. Значит, добавка ограничена мучениями. Заключается только в мучениях. «illâ» это харф «mabniun ala sukuni» с неизменяемым окончанием «sukunim» на конце. Здесь мы видим, что то, из чего исключают, не упомянуто, то есть не сказано. «Мы не добавим вам ничего, кроме мучений», то есть не сказано. «falan nazidukum shayyan illa azabin» — «мы не добавим вам ничего, illa azabin» — слово «ничего» «shayyan» не упомянуто. Это слово «не упомянуто», хотя оно явно понимается. И если бы оно было упомянуто, мы могли бы сказать, что «shayyan» — это второй maf'ulim bihi — второе прямое дополнение, а «azabin» в этом случае могло бы быть «mustasnan», то есть исключаемым именем, или заменой приложением. Для слова «shayyan». И раз здесь то, из чего исключать, не упомянуто, то есть слово «shayyan» не упомянуто, значит, частицы «illa» никак не воздействуют на окончание, как будто ее нет. Поэтому глагол «nazidu» воздействует на окончание слова «azabin» напрямую в качестве своего maf'ulim bihi thanin — второго прямого дополнения. Как это и бывает в подобных случаях, когда «almustasna minhu», то есть то, из чего производится исключение, не упомянуто. В этом случае имя, которое проходит после частицы «illa» будет иметь поддержанную огласовку в зависимости от «amil», от фактора, предшествующего частицы «illa». А что касается самой частицы «illa», то как будто ее нет. В этом случае имя, стоящее после «illa» будет находиться только в отрицательном контексте, как мы видим здесь. У нас в начале находится частица отрицательная «lan» — это то, что называют kalamun nakusun — manfiyun. Значит, azabin — это maf'ulim bihi thanin — второе прямое дополнение для глагола nazidu. Mansoobin bilfi'li — поставлен этим глаголом в состоянии adnasp — винительный падеж. U'alamata nasbhi — признаком состояния adnasp в этом имени является al-fat'at al-zahiru ta'ala ahilhi — явная fat'at над его окончанием. Здесь уместно будет сказать, что глагол «zada yazidu» может быть muta'addin, а может быть ilazim, то есть переходным и непереходным. А когда он бывает переходным, он имеет сразу два maf'ulbihi — два прямых дополнения. И в конце, завершая грамматический разбор, мы говорим «wal-fi'al ma'af'a'alihi» — глагол nazidu с его фа'алем и двумя maf'al'ami — двумя прямыми дополнениями jumlatun fi'alitun — глагольное предложение. ma'atufatun al-al-jumlatil sti'inafiti — соединено с предыдущим возобновляемым или, скажем, новым предложением. la mahalil ha min al-i'arabi — поэтому так же, как и у него, у этого предложения нет места в падеже. в падеже. в падеже. в падеже. в падеже. Продолжение следует...